Рассекаются, раскупализировали подробную свою автористую комнату, Уритания у нас подошла! И гербонфродитизм афишируемый, Стали настоящими образцами для подражания детям. Это его дело, распускать вас, а не плевать вам в глаза! Или ненавидеть вас! Я хочу... Нету вас, в связи. Субтитры создавал DimaTorzok Мы не можем общаться с людьми в соцсетях, Но не об этом... ...вотом обговорённых. Да? Прочие блоги стали совещаться. Как же... Поступиться! Уб... ...советность... 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 ...выставил... ...советность... ...правда... ...правда... ...советность... ...андар with noise... ...советность... ...не ты, может, путаешь с котлой? ...лукома, это повышенное давление в глазу. ...то они тебя отпускают... Блин, ну как-то еле отпускают. Насчитали около 30 табуэрованных тем. И мы решили, что каждый спектакль, каждая акция будет посвящена одной из табуэрованных тем власти. Практически все кандидаты были арестованы в президент. И это был тяжелый период для всех прогрессивных людей в Беларуси, потому что шли чудовищные задержания, бесконечные аресты и возникла серьезная угроза существования нашему театру, потому что мы вынуждены были взять паузу Багарта, Пинтера и много-много васского габбла замечательного. Я начал достать больше знаний, чем мне предлагали. Это были мои первые гастроли с Белорусским свободным театром. И когда мы проходили паспортный контроль, белорусские пограничники отказали мне в выезде, сославшись на то, что выезд вам ограничен. Молодой человек, вы никуда не летите. Мы организовывали просмотр фильма «Последний диктатор Европы». Здесь пригласили зрителей. И где-то минуте на десятой взорвался ОМОН, расставил нас всех к стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. Без объяснения причин отвезли нас в РУВД, надели на нас наручники. Официально свободного театра в Беларуси не существует. И власти всеми возможными способами пытаются это демонстрировать. Перепись документов у всех актеров и у всех зрителей – это уже норма. На спектакли все зрители приходят с паспортом, они знают, что может быть. И если раньше они еще нервничали, что же это будет, перепишут и что, то сейчас все молча. А, окей, опять вы, окей, опять задержите спектакль. Нате, переписывайте. Объясните, пожалуйста. Почему вы не говорите, кто вы и на как... Мы сражаемся. Сейчас выложу прямой репортаж. Удостоверение, можно ли у вас посмотреть? Вы же должны были представиться как-то. Нет. Удостоверение 2.1.1.2.2. С обратной стороны написано. Владимир Константинович. Хорошо. Владимир Константинович. Наши палец. Судья советского района Павлюченко присудил мне штраф в размере 10 базовых величин за то, что я вместе с театром использую помещение, арендуемое под жилье, использую его для показов спектаклей. 10 базовых величин это 1 миллион рублей или 115 долларов. Вот такие дела. Поеду оплачу, пожалуй.